Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами начинаем разбирать модуль четвертый учебника Starlight за седьмой класс. Итак, смотрите, модуль четвертый у нас называется Healthy Mind, Healthy Body – здоровое тело, здоровый дух. По-русски, если говорить. Вообще, Mind переводится у нас как ум, разум и так далее. Итак, ребята, в данном модуле вы будете изучать определенный словарный запас, связанный с вопросами здоровья. Будет у вас какой-то повседневный английский, вы будете посещать доктора, учиться, разговаривать с доктором, тренироваться в написании произношения. Также все по списку, культурный уголок, curricula, и будете изучать фразовые глаголы, а также словообразование. Итак, ребята, давайте перейдем к первому заданию на Vocabulary, словарный запас, Healthy Activities – здоровые занятия. Listen and say – послушайте и скажите, то есть проговорите. Это первое задание. И второе задание – choose a picture and describe it to the class. Выберите картинку и опишите ее классу. Смотрим. Первое. Practice meditation to achieve peace of mind. Практиковать медитацию для того, чтобы достигнуть умиротворения мира в вашем mind, разуме. Далее. Второе. Make ethical choices. Делать этический выбор. Далее. Get the sleep you need. Получить тот сон, в котором вы нуждаетесь. Далее. Exercise regularly. Тренироваться регулярно. Далее. Solve crosswords and exercise your mind. Решать кроссворды и тренировать ваш мозг. Шестое. Spend time in the sunshine. Проводить время на солнце. И manage your stress. Управлять своим стрессом. Ребята, вы можете выбирать любую картинку. Например, exercise regularly. И ее описывать. Что вы видите. Итак, вы можете сказать, что in the picture we can see some people who are exercising. То есть на картинке мы можем видеть нескольких людей, которые тренируются. Во что они одеты? Описайте. Например, вы можете. They are wearing shorts and a t-shirt and some boots. То есть они одеты в шорты, футболку и тренировочные какие-то. А, извините. Ребята, они boots. И что они делают? They are lifting weights. Они поднимают какой-то вес. Гантели. Хорошо, ребята. А теперь давайте непосредственно перейдем к модулю четвертому под буковкой A. Technology and health. Технологии и здоровье. Modern, marvelous on your nasties. Современные и превосходные. Или новые какие-то неприятности. Можно даже сказать мерзости. Давайте прочитаем. Так, у нас нет... Ага. Ну, первое упражнение, прежде чем прочитать, давайте выполним. Listen, say. Послушайте, скажите. Which of these gadgets do you have? Какие из этих гаджетов у вас есть? How often do you use them? Как часто вы их используете? То есть, смотрим. Laptop – это ноутбук. Mobile phone – понятно. Games console – то есть консоли, игровые консоли. MP3 player – MP3 player. Ну, вы можете сказать, например. I have a laptop and I use it every day. У меня есть ноутбук, и я его использую каждый день. Второе, ребята. How can the problems in exercise 1A be related to the gadgets? Как проблемы в упражнении 1 под буковкой A могут быть соотнесены с гаджетами? Listen and read to find out. Прочитайте и выясните. И, ребята, и третье задание. Вы должны прочитать текст снова и соединить заголовки с параграфами. Мы это с вами сразу будем делать, да? И не забывайте, что есть одно лишнее утверждение. А теперь переходим непосредственно к чтению. Итак, как бы вы справлялись, если бы у вас без современных гаджетов? Что бы вы делали, если бы у вас не было мобильных телефонов, вашего MP3 плеера или ваших игровых консолей? Верите или нет? Но, возможно, было бы лучше better off, то есть лучше их не иметь. Давайте посмотрим. Итак, первое. С новыми игровыми консолями вам нужно двигаться вокруг перед телевизором, чтобы контролировать действия на экране. Если вы повторяете действия снова и снова, снова и снова в ограниченном пространстве, результаты могут быть достаточно серьезными. Повторяющееся движение руки может растянуть ваше плечо. Доктора предупреждают, что вы не должны играть слишком долго и вам следует разогреться сначала. Their advice is to prepare for the game like you would for the real thing. Их совет подготовиться к игре так, как бы вы подготовились для чего-то настоящего. Итак, ребята, какой заголовок нам подходит? Возможно, play it safe под буковкой D. То есть игра, играйте безопасно. То есть, ребята, мы сейчас с вами вставим заголовки и потом еще раз их просмотрим, может быть, что-то поменяем. Далее, второе. Earphones play the music directly into your ear canal. То есть, наушники играют музыку напрямую в ваш ушной канал. The type of music doesn't matter, but the volume on your empathy player does. Вид музыки не важен, но звук в вашем, то есть, имеется в виду громкий, тихий, да, в вашем mp3 player имеет значение, да, и джаз важен. It can cause hearing loss. Он может привести к потере слуха. Researchers recommend that you set the volume at a low level where you can still hear conversations around you. Итак, исследователи рекомендуют, чтобы вы устанавливали звук на низком уровне, когда бы вы могли бы слышать разговор вокруг вас. То есть, звук должен быть таким, чтобы вы слышали окружающих. If people have to shout so you can hear them, the volume is too loud. Если людям приходится кричать так, чтобы вы их слышали, звук слишком громкий. Итак, ребята, ну, наверное, подходит буковка B, keep it down. Снисти что-то, снисти имеется в виду звук. Третье. Сending text messages is as easy as moving your thumb. Посылание текстовых сообщений так же легко, как двигать вашим большим пальцем. However, too much texting can cause thumb arthritis. Однако, слишком многое написание текстовое сообщение может привести к артрите. Это может привести к ограничениям на движение, припухлостям и боли. To prevent this condition, known as text a stump, you should send fewer messages or use different fingers when you text. Чтобы предотвратить данные условия, известные как большой палец, который что-то печатает, да, вы должны посылать меньшее сообщение или использовать различные, то есть другие пальцы, когда вы пишите. Так, ребята, ну в данном случае switch fingers, да, под буковкой A подходит. Итак, ребята, четвертое. A mobile phone is full of bacteria. Мобильный телефон полон бактерий. When you press it against your face and ear, it can lead to skin problems, such as acne, skin infections and rashes. Итак, когда вы прижимаете его к своему лицу или к уху, это может привести к проблемам с кожей, таким как акне, это, по-моему, угри, наверное, да, далее инфекция кожи и rashes – это сыпь. Sharing your mobile phone makes these problems even worse. То, что вы делите свой мобильный телефон с кем-то, делает проблемы еще хуже. Dermatologists say that you should clean your phone before you use it. Дерматологи говорят, что вам следует чистить телефон перед тем, как его использовать. Если кто-то позаимствовал ваш телефон, удостоверитесь, чтобы вы его почистили после того, как они закончат. Итак, ребята, в данном случае у нас подходит ответ под буковкой F. Face the consequences of germs. То есть столкнитесь с последствиями болезнетворных микробов. Пятое. Computers are useful tools for research and entertainment. Компьютеры – это полезный инструмент для какого-то поиска и развлечения. Однако, если вы пялитесь в экран компьютера продолжительный период времени, это может привести к напряжению глаз. Some of the symptoms include blurred vision, dry eyes and difficulty distinguishing between colors. Итак, некоторые из симптомов включают блики зрения, сухие глаза и трудности в развлечении разных цветов, извините, между цветами. Opticians want that you mustn't spend too much time looking at the screen. Окулисты предупреждают, что вы не должны проводить слишком много времени, смотря в экран. Take frequent breaks. Делайте частые перерывы. You don't have to leave the room. Just close your eyes and let them relax. Вам не надо уходить из комнаты. Просто закройте глаза и дайте им расслабиться. Ну, ребята, здесь подходит вариант под буковкой И. Save your sight. Сохрани свое зрение. Итак, ребята, а теперь у нас было, по-моему, еще одно задание. Ага, нет, возможно, я ошиблась. Давайте тогда перейдем с вами к заданию под буковкой B. Think. Подумай. What are the authors' purposes? Какова цель автора? To inform. Проинформировать. To entertain. Развлечь. To persuade. Убедить. Give reasons. Дайте свои аргументы. Почему? Ну, например, вы можете сказать, что I think that the author's purpose is to inform. Да? Я думаю, что цель автора – проинформировать. He informs us which problems we can face if we use our gadgets. Да? Он информирует нас с какими… With which, да? С какими проблемами мы можем столкнуться, если мы используем гаджеты. Итак, ребята, теперь перейдем к заданию четвертому. Fill in. Заполните. Итак. Volume. Звук. Конечно же. Set the volume. Устанавливать звук. Далее. Hearing loss. Потеря слуха. Далее. Confined space. Ограниченное пространство. Далее. Skin infections. Инфекции кожи. Далее. Thumb arthritis. Arthritis. Артрит большого пальца. Далее. Далее, ребята. Шестое. Restriction of movement. Ограничение движения. Далее. Седьмое. Blurred vision. То есть, размытое зрение. Далее. Distinguish between. Distinguish. Различать между чем-то. Далее. Frequent breaks. Частые перерывы. И последнее. Eye strain. Напряжение глаз. И, ребята. Теперь обратимся с вами к упражнению пятому. Нам нужно соединить с вами предложения. 1 в 7 с описаниями под буковками A, G. И найти еще больше примеров в тексте. Давайте попробуем. Первое. Ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться. Я постараюсь укладывать еще больше видео для вас. Итак, первое. We must have to switch our mobile phones off in class. Мы должны выключать наши мобильные телефоны в классе. И, ребята, это see. It's the rule. Это правило. Далее. You must see a doctor. Ты должен пойти к доктору. И, ребята, это буковка E, he needs to. Тебе это нужно. Ребята. Второе. You must see a doctor. Это, ребята, A. It's my strong advice. Это мой совет. Третье. Tom has to go to the internet cafe to use a computer. Тому нужно ходить в интернет-кафе, чтобы использовать компьютер. И, ребята, это E, he needs to. Ему нужно. Далее. Четвертое. You mustn't bring your MP3 player to school. Ты не должен приносить свой MP3 player в школу. Ребята, это G. It's forbidden. It's against the rules. Это запрещено. Это против правил. Далее. Пятое. I don't have to share a computer at home. I have my own laptop. Мне не приходится делиться компьютером с кем-то дома. У меня свой собственный ноутбук. И, ребята, это B. I'm not obliged. I don't need to. Да, я не обязана, мне не нужно. Шестое. Итак, ребята. Шестое. You should ought to buy a wire. They are great. Это приставка, да, какая-то. Тебе следует купить такую-то приставку. Они великолепны. И, ребята, подходит буковка F. I think it's... Ой, извините, ребята. Буковка D. I think it's a good idea. It's my advice. Я думаю, это хорошая идея. Это мой совет. И седьмое. You shouldn't play video games for too long. Тебе не следует играть в видеоигры слишком долго. Так, ребята. И что мы еще с вами не использовали? И... Да, это F. I think it's a bad idea. It's my advice. Я думаю, это плохая идея. Это мой совет. Итак, ребята. А теперь переходим с вами к упражнению под буковку шестому. Rewrite the sentences using models from exercise 5. Перепишите предложение, используя модели из упражнения. Пятого. И пример. I think it's a bad idea to play computer games for hours. Я думаю, это плохая идея играть в компьютерные игры часами. И... You shouldn't play computer games for hours. Тут постаралась вам сделать. Второе. It's a good idea to set the volume on your empathy player at a lower level. То есть, хорошая идея установить звук на более низком уровне. Это... You should set the volume on your empathy player at a lower level. То же самое. Далее. Третье. Так, попробую прочитать. Это вот я, может быть, вот так спущу, да? It's forbidden to enter the computer lab. Запрещено входить в компьютерную лабораторию. You mustn't enter the computer lab. Четвертое. You don't need to pay in cash. Тебе не нужно платить наличными деньгами. You don't have to pay in cash. Итак, ребята, а теперь перейдем с вами к седьмому упражнению. Use the pictures in exercise 1A and the information in the text to talk about how to use our gadgets wisely. Итак, используйте в картинке упражнений первым информацию в тексте, чтобы рассказать о том, как использовать современные гаджеты мудрым. И, например, We should warm up before we start playing a video game. Or we can get shoulder strain. Нам следует разогреться перед тем, как начать играть в видеоигры, или мы можем получить растяжение плеча. Вот внизу вам еще парочка советов от меня. We shouldn't take too much. Or we can get thump arthritis. То есть не нужно слишком много писателей, можно получить артрит большого пальца. И we should clean our mobile phones properly. Or we can get a skin infection, acne or rash. То есть мы должны чистить наши мобильные телефоны хорошо, иначе мы можем получить инфекцию кожи, угри или высыпания. И, ребята, переходим к восьмому заданию. Соберите информацию о других возможных проблемах со здоровьем, которые могут быть причинены нашими гаджетами в течение долгого времени. Напишите правила, используя модальные глаголы. Представьте их классу. Ребята, ну, то же самое. Смотрим на упражнение пятое и подбираем, даем какие-то свои советы. We must, или we have to, или we don't have to, we should, и так далее. Ребята, на этом все. Обязательно подписывайтесь, чтобы не потеряться. Встретимся с вами в модуле четвертом под буковкой B. Всем счастливо, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok